На Мордов-Цементе процесс замены импортного оборудования на отечественное идет довольно активно. Причем некоторые сложные машины высококвалифицированные специалисты завода изготавливают сами. Так, в начале 2022 года предприятие провело масштабную работу по замене полотна пластинчатого питателя дробилки Бедеши на оборудование российского производства. Пластинчатый питатель – это устройство для равномерной подачи сыпучих материалов. В результате износа его полотно исчерпало срок службы. Оперативно подготовили чертежи, а уже через три месяца деталь ввели в эксплуатацию. Одновременно для питателя изготовили новые приводные звездочки и собрали приводной вал. Их также раньше закупали за рубежом. Разработкой руководил главный конструктор Мордов-Цемента Олег Филягин. Настоящий изобретатель, он создает проекты от мелких деталей до целых конструкций. Всего за прошлый год в рамках программы по импортозамещению нами было разработано около 600 различных чертежей. И за многими из них лежала кропотливая работа по эскизированию изделия с натуры, разработке 3D-моделей, подбору материала, подбору допусков форм и размеров. Эта непростая работа оказывает высокий экономический эффект для предприятия и снижает себестоимость продукции. Еще одна работа по замещению импортного оборудования велась в марте 2021 года. Тогда специалисты завода модернизировали винтовой конвейер, который подает сырьевую муку в пятиступенчатый циклонный теплообменник – сухого способа производства цемента. Со значительным объемом деталей коллектив справился сам. Изготовил дополнительные элементы самого шнека, часть его корпуса, подшипниковые и опорные узлы. Работа позволила значительно сэкономить на дорогих импортных деталях. Одним из неоспоримых плюсов является, на мой взгляд, то, что импортозамещение даст толчок к дальнейшему развитию наших отечественных предприятий, в нашем случае машиностроительных. Это повысит их компетентность, конкурентность, способность на рынке и выведет их на новые уровни, я считаю. Также на предприятии успешно создают чертежи вышедших из строя оригинальных деталей оборудования. Так, в мае 2019 года на заводе произвели вал системного вентилятора, цеха обжига клинкера производства цемента сухим способом. Из-за разрушенного посадочного места подшипника он неоднократно ремонтировался. Экономия составила около 5 миллионов рублей. В августе занялись рабочими колесами вентилятора. Удалось сэкономить еще 2 миллиона рублей. В сентябре принялись за вышедшую из строя шестерню механизма вакуумного выключателя. На ней произошел срез зубьев. После разработки чертежей шестерню изготовили методом 3D-печати. В целом замена импортных деталей на отечественные сэкономила предприятию около 11 миллионов. На Мордов-Цементе не в первый раз закрываются производственные потребности в оборудовании и их комплектующих по программе импортозамещения. Надо отметить, что введение санкций не является угрожающим фактором российской экономики, а скорее стимул для дальнейших развитий своих разработок. Я уверен, что в России есть компании, которые могут конкурировать с зарубежными производителями оборудования. Многое уже достигнуто. Однако в перспективе перед Мордов-Цементом стоит еще немало задач в части импортозамещения. Предстоит подготовка огромной номенклатуры конструкторской документации, в том числе с применением реинжиниринга зарубежного оборудования. На заводе уверены, с новыми вызовами команда предприятия справится. Ирина Радайкина, Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости. Чамзинский район.